Девушки отдыхают 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 И человек не оценив Дня посещения Говорит, ох, как нам повезло Слава Богу Знаете, как один человек Упал с небоскреба Летит, говорит, Господи Все, изменять не буду Буду любить жену Буду уходить в церковь Буду все делать Грешить не буду Все, пролетает А рядом сток сена везли Он падает в сток сена Очнулся, говорит, вау Чего, говорит, не наговоришь Последнюю минуту День посещения Не пропусти Дня посещения Вы знаете, я стал Смотреть через Библию И там сказано, что Призывай Господа Когда Он рядом И когда Он близко Это день посещения Проси Когда приходит царь Он заходит в помещение Знаете, а цари они такие же Ну как Как бы назвать их? Ну, самодуры Ну, знаешь, как царь заходит Так, я пришел И он идет Он такой весь уверенный Он царь У него вся власть Он что хочет, то и делает Хочет сейчас кого-нибудь наказнить Хочет кого-то помиловать Кому-то даст там Как что-нибудь И вот день посещения Не пропускай Дня посещения Когда Господь рядом Попроси чего-нибудь Не упусти возможность Получить шанс поговорить И в Писании сказано конкретно Призывай Господа Когда Он близко Когда Он рядом Когда ты чувствуешь Особенное время Когда ты чувствуешь Что вот сейчас все Сейчас Господь рядом Призывай Его И говори самые важные вещи Я не думаю Что ты будешь говорить Когда тебя обстреливают Со всех сторон И твои товарищи умирают Ты не будешь говорить Господи Ты рядом Квартирку бы мне И машину Ты будешь призывать Его И просить жизни Правда? Но призывай важные вещи Прости чего-то важного Чего-то значимого То, что угодило бы Ему Не то, что угодило тебе А то, что угодило бы Ему Это день посещения На который Бог отреагирует Я посмотрел И взял еврейское слово И греческое слово День посещения В Стронговском словаре И обнаружил массу Параллельных слов Которые описывают День посещения Хотите, я для вас прочитаю Что же это обозначает День посещения Это значит Смотреть Рассматривать Обследовать Подвергать рассмотрению Глядеть Зирать Обозревать Посещать с благословением Или судом Обращать внимание Взор Призреть Назначить Призывать К обязанностям Службы Созывать Войско То есть призывная комиссия В армию Быть назначенным Быть наказанным Доверять Оставлять под насмотр Быть порученным Быть доверенным Быть осмотренным Быть исчисленным День посещения С одной стороны Наказание С другой стороны Награда С третьей призыв В армию А еще на тебя изучают Рассматривают Проверяют Сканируют Определяют День посещения Некоторые называют Это момент истины Кайрос момент Такой знаешь Момент Когда что-то происходит Поворотный момент День твоего посещения У каждого в жизни Эти дни совершаются Один Два Три Пять Десять дней в жизни Какие-то особенные Важные моменты Когда он должен Повернуть Наверняка вы слышали Сказки про Ивана Царевича Когда он подходил И там стоял камень И на камне было написано Направо пойдешь Ну я не знаю По шее получишь Прямо пойдешь Побьют тебя Туда пойдешь Тебя и коня побьют И прилетает змей Говоришь Говоришь Ну куда пойдешь Или тебя здесь побить Но есть момент выбора Вот этот момент истины Разворота В какую-то сторону Надо идти Надо выбрать Ты не можешь идти И туда и туда Ты не можешь идти Два пути одновременно Тебе нужен выбрать Путь И Бог Дает такие возможности Два Три раза в жизни Четыре раза Он приходит С новыми возможностями Он говорит Для тебя есть возможность Я прихожу Это день моего посещения Вы знаете Анна Помните Женщину бесплодную Которая родила Пророка Которой Пару книг Про него написано В Библии И говорит И говорит Иди Ты получишь С усердием Так что священник Подумал Что она под градусом Был бы день посещения В его жизни Или нет Вот этот вопрос Я задал Подумал Да кто же создает День посещения Бог Или мы Кто создает Этот камень Предкновения Который определяет Или туда Или сюда Бог работает с тобой Над твоей жизнью Вы помните Девушку Мария Которая Жила 2000 лет назад И она была Благочестивая Любила Господа И посвящала Свою жизнь Господу Если бы она Этого не делала Если бы она была Такая Привет ребята Как дела И раз приходит Ангел Гавриил Мария Он говорит Нифига себе Какой ангел Если бы она была Такой Разнузданной Кольцо в носу Наколка Здесь Пришел бы Ангел к ней Она была Благочестивая Женщина Девушка Она стояла Перед Господом Общалась с Богом Бог выбирал Интересно Через кого бы прийти Моему сыну И наверняка Был закрытый Конкурс Было много Соискателей На эту должность Вот это Вот там Какая-то Ефродия Вот Смирна Вот я не знаю Там какая-нибудь Евдокия Какие-нибудь имена Такие Чтобы здесь церкви Не было таких Людвига Лютерана Еще какая-нибудь Вот смотрите Вот список вам И наверняка Просматривали Так посмотрим На ее жизнь Включили крупным планом Как она ведет себя Как она живет Не подходит Так это Не подходит Это не подходит Это не подходит Это разнузданная Это сварливая Это противная Это сплетничает Это все время Психованная Это родители Непослушная И стали обсматривать Осматривать Осматривать О! Мария! О! Они посмотрели Слушай Мама! Дым! Ангел! Говорят Ей было 16 лет 16 лет Девочки И он ей говорит Здравствуй Я говорил Послан тебя от Бога Я представляю Как у нее взгляд был Ничего себе Домолилась И она говорит Да будет Рабе твои По слову твоему И так далее И так далее Вы помните Эту всю историю Бог выбирал И смотрел На кого прийти На кого излить Благословением Вы помните Давида Который победил Галиафа Это так случайно Он просто шел Сыр нес Братьям Сыр Братья пришли Он говорит Да ты что А что здесь такое Они говорят Да вот возможность Заработать деньги есть Он говорит Серьезно Какая возможность Он говорит Великан И все Если убьешь Будешь Тебе дочь царя Пол имения Вперед Ну Красивая история Но на самом деле Бога было Избрание для Давида День посещения Это был Поворотный момент До этого момента Он был всего лишь Пастух После этого Он стал победителем Великанов Один день Который поменял Всю его жизнь Скажите на это А меня А меня Казалось бы Ты идешь Тебя что папа сказал Иди там хлебушек Сурок там Я не знаю Я не знаю Какой это Вот принеси братьям Он пришел на войну И сорок дней Проповедник Из неправильной церкви Голиаф Проповедовал им О том Кто они во Христе Иисусе Он ругал их Матерился С утра до вечера Он просто матерился На них Они сидели Сорок дней Представляете Вся армия Сидит и слушает А он спит тут же И они смотрят Он спит И потом говорят Голиаф проснулся Голиаф проснулся Все выстрелились Сели Вся армия израильская Что он скажет А ему что в с голову придет Эй Трусы Ну дайте хоть одного Я его растерзаю И все переглядывались Пойдешь Да не Спасибо Ты Скромный Уступай место Никто из армии Израильева Не хотел идти сражаться Вы понимаете О чем я говорю Никто не хотел Это был день посещения Господа Все думали Это день смерти Никто не мог понять Что это день победы Пришел человек Который пел псалмы Который любил Господа Который пастушком был И когда он пришел И он увидел эту картину Говорит Ребята Это же Господня слава Какая возможность Для пастуха Выполнить волю Божию А не какая слава Он говорит Этого Необрезанного Нечестивца Господь предает Нам в руки Аллилуйя Они смотрят На чем он говорит Они сорок дней Слушают противоположную вещь Они думают Кого же растерзает он И когда Давид пришел Говорит Я пойду с ним сражаться Все посмотрели на него с печалью Какое несчастье А он знал Это момент славы Божьей Для одних это катастрофа Для других момент славы Божьей Все остальные в истории Их имена даже не остались Вся армия Каждый жил своей жизнью Но появился Давид Стал Давидом Он пришел Говорит Ребята Дайте мне возможность И на него одели Одежду царя Я представляю Как это называется Бронежилет Какой-то отдел Он так раз на него Выглядит Ребята Говорит Великоват он мне И меч дали И он говорит А как ты воевать-то будешь Он говорит Да я вот так по старинке Палку возьму Ремешок Пойдем Выбрал пять камешков Все смотрят на эту картину Знаете Это самое рейтинговое шоу Было в тот момент Никто в этот момент Не спал Ни с той Ни с другой стороны Выходит мальчик Идет с палочкой Камешки подобрать Ну классно Раз в пять камешков собрал И идет Мы как раз будем На том месте проезжать Остановимся Ничем не приметное место Идет Этот говорит Ты что на меня С палкой Как на собаку вышел Давид сказал Хорошая мысль На собаку вышел Тот хотел еще что-то сказать Но Давид не стал долго ждать Он взял эту штучку Тот смотрит Что смотришь Но Давид Запустил свой камень И оставил Глубокое впечатление В голове Голиафа Очень глубокое впечатление Настолько глубокое Что он просто свалился И умер Дальше конечно Страшная картина Он подходит Отрезает ему голову И всем показывает Ужас Это уже фильм ужасов какой-то Но это был день Помазания Слава Божьей Одним камешком он побеждает Великана День посещения С тех пор все стали петь Другие песни Саул победил тысячи А Давид Десять тысяч Хотя он победил одного Но люди любят Приумножать Приукрашивать Но это был день Начала его царствования Да царство ему еще далеко Но это был тот момент Если бы он Не сразился с Голиафом Давида бы не было Как царя Скажите на это аминь А что было бы Если он Ой не хочу Воевать Ой Я пропущу день посещения Если бы он пропустил Этот день посещения То все остальные Дни посещения Они бы никогда К нему не пришли Пропускаешь Один день И ты сразу Цепочку следующих Ты отвергаешь Сразу же Ты отвергаешь Путь Божий И ты начинаешь Искать свой путь Легкий путь Но запомните Божий путь Не бывает легким Писание сказано Тернист Узок путь И немногие Находят его Это не значит Что все в ад идут Но немногие Находят тот путь Моменты посещения Моменты посещения Господня Вы помните Когда Иосиф Умирает Перед смертью Своей Бытие 50 глава Вам не обязательно Открывать Поверьте мне Я оттуда прочитаю Бытие 50 глава И здесь написано С 24 стиха так И сказал Иосиф Перед смертью Он говорит Я умираю Он говорит Я умираю Я сейчас умру Но Бог Посетит вас И выведет Вас из земли Сей В землю Которая клялся Авраку Авраму Исааку Якову И заклял Иосиф Зазунов Израилю Говоря Бог Когда Бог Посетит вас И вынесите Кости мои Отсюда Заберите Мое тело Отсюда Лежит человек На одре Смертном И говорит им Важную истину Наступит День посещения Еще пройдет 400 лет Когда появится Моисей Еще пройдет Масса историй Течет Но он говорит Ну наступит День посещения Но Бог Посетит вас Не пропускай День посещения Божьего Бог приходит К народу К стране Вы помните 90-е года Это был день Посещения Господня Большинство людей Приходило к Богу Тогда Я помню Когда мы стадионы Собирали Нам было по 20 18 19 лет Мы арендовали Стадионы Проповедовали Евангелие на стадионах Недавно встретился С одним братом Он говорит Слушай Я не знаю Но в 93-м году В Караганде Приезжали такие Классные ребята Стадион арендовали Я говорю Да ты что И что Они проповедовали Я был там Я ничего не понял Но было так классно Но самое сильное Впечатление Осталось после стадиона Я говорю Что там было Он говорит Какие-то Вот эти молодые ребята Собрались в каком-то клубе Сразу же после Евангелизации на стадионе И они стали за всех молиться За меня тоже стали молиться Я в духе Он даже сказал Я в духе упал Я не знаю Что происходило Но так было хорошо Все такие любят Бога И все Я говорю Что дальше случилось Он говорит Через три года Я нашел церковь Покаялся И сегодня член Поместной церкви В Караганде Я говорю Слава Иисусу Христу Был заложен фундамент Я говорю Ты знаешь Что это мы были Он говорит Как вы Я говорю Это мы были И мы проповедовали там И мы после стадиона Арендовали дом культуры И молились И Дух Святой Наполнял жизнью людей И ты наш урожай Слава Иисусу Христу А День посещения Было время Когда Сейчас другое время Блажен народ Знающий Трубный зов В псалмах написано Которые умеют Развлечать Когда Бог приходит Которые понимают Что вот сейчас идет Бог И что он делает И делать то что делает Бог Мы часто делаем то что мы хотим И мы планируем Чтобы Бог запланировал То что мы хотим Но я хочу делать то что делает Господь И я хочу оказаться На фронте На передовой Делать Божьи дела Это возможно Люди Это возможно Предвкушать День посещения Господня Можно включить Момент ожидания Ты с Богом В отношениях И ты можешь предвкушать Иосиф говорит Придет Бог Будет день посещения Люди Когда он придет, мои кости заберите. Как интересно, это случится через 400 лет. Но он уже знает об этом. Смотрите, что случилось с женой Анной. Я прочитаю 1 царств, 2 глава. Здесь написано так. И благословил Ильи к Илану и жену его Анну. И сказал, да даст тебе Господь детей от жены сей, вместо данного, которое ты отдал Господу. Вы помните, что они привели своего сына. Вот Анна родила, она привела своего сына в храм, и он стал служителем и стал священником в храме. Дальше священник говорит, теперь за то, что вы это все сделали, за то, что привели ребенка служить Господу, за то, что он будет служителем, Бог даст тебе еще детей. И следующий стих написано, 21 стих. И посетил Господь бесплодную Анну, и зачела она, и родила еще трех сыновей и двух дочерей. А отрок Самуил возрастал у Господа. Скажите на это аминь. Бог посещает, и бесплодные становятся плодобитыми. Бог посещает бесплодный бизнес, и он становится плодобитым. Почему так случилось? Потому что они привели своего ребенка на служение Господу, сказали, мы посвящаем его. Это становится величайший человек в Библии, величайший пророк, священник, который служит Господу. Почему? Бог говорит, за то, что ты это сделал, за то, что ты послушал, за то, что ты исполнил обед свой, Господь придет к тебе не раз. И он пришел к ним не один раз, и у них родилось пять детей. Я бы хотел, чтобы Господь посетил, посетил меня. Ну, достаточно уже нас с Ларисой посещать. Я был в одной церкви в Америке. А знаете, вот старая традиционная школа, там если у тебя, ну, пять детей, ты вообще малосемейный. И ко мне подходит сестра и говорит, так, короче, я смотрю, все равно, мне все нравится. Так и скажи всем, у меня 16 детей. Я смотрю, я поверить не могу, нормальная женщина, нормально выглядит. Я говорю, как это так, 16 детей? Я говорю, покажи мужа. Она показывает, такой сухой, такой расстоит. И 16 детей. Я говорю, все любят Бога, смотрят СНЛ, всем приедут привет. Их Господь часто посещал. В этом смысле. Но мы можем спровоцировать посещение Божие. Скажите, если он начинает ходить бесплодно из-за одной молитвы. Одна молитва! И начинаются дни посещения Господня. Дальше смотрим Псалом 64. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. И здесь написан Псалом такой, с 10 стиха. Псалом 64, с 10. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее. Обильно, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозду ее, уравниваешь глыбы ее. Размягчаешь ее каплями дождя. Благословляешь произрастение ее. Венчаешь лето благости твоей. Подчеркните, венчаешь лето. Это сезон благости твоей. Помните, Иисус сказал, лето благоприятное. Хороший сезон начинается. Он говорит, когда приходит Бог, Он венчает, коронует, одевает корону сезону благости своей. Когда приходит день посещения Господня, Он надевает корону. Давайте скажем, корону. На сезон, на твой сезон. Сезон лета. Это лето благости Господня, расположения. Летом все растет. В летом самый лучший сезон. Мы любим лето. Летом хорошая погода, не холодно. Лето дает нам урожай. Лето, это замечательное время. Лето Господня. Истези твои, пути твои, Господи, источают тук, жир. Источают на пустынные пажити. Холмы припоясываются радостью. Луга одеваются садами. И долины покрываются хлебом. Восклицают и поют. Скажите на это слава Господу. Когда приходит день посещения. Холмы в Израиле, знаете, это как пустыня же там. Они становятся, они становятся, что здесь холмы? Холмы припоясываются радостью. А луга одеваются садами. И долины покрываются хлебом. Восклицают и поют. Послушайте, когда мы смотрим на это. Когда приходит день Господень, он приносит радость и счастье. Но, но, не всегда. И есть негативная сторона. Когда приходит день Господень, может случиться что-нибудь нехорошее. И давайте посмотрим другие места, которые я прочитаю. Иоиль, первая глава. Ох, какой день! Ибо день Господень близок. Как опустошение от всемогущего придет он. Иоиль. Трубите трубою на сегодня. Бейте тревогу. На святой горе моей. Да трепещут все жители земли. Ибо наступает день Господень. Ибо он близок. Иоиль, третья глава. Толпы! Толпы в долине суда! Ибо близок день Господень. К долине суда. Авдея. Ибо близок день Господень. На все народы. Как ты поступал, так посоплено будет с тобою. Воздаяние твое обратится на голову твою. Сафония. Умолкни пред лицом Господа Бога твоего. Ибо близок день Господень. Уже приготовил Господь жертвенное заклание. Назначил кого позвать. Чем дальше считаешь, тем страшнее становится. Мы часто любим прочитывать эти места. Так, быстрее, быстрее. Проходим дальше. Следующая глава. Где что-нибудь хорошее. Но мы должны знать, что день Господень. С одной стороны, он приходит. И его стези туком, жиром наполняются. Как изливают благословение. Все радуются. Луга поют. Восклицают. И с другой стороны, когда наступает день Господень, мы должны четко знать. Этот день суда, возмездия и наказания. Не нужно быть ослепленным. Говорит, все будет хорошо, все будет хорошо. Если ты делал плохо, будет плохо. И он говорит, придет тебе воздаяние. Как ты воздавал, так воздастся тебе. Кто-нибудь на это аминь скажет, да? Что приунули харизматы? Слушайте. Трепешите! И воблизок день Господень. Вы знаете, когда я на это смотрю, я не хочу никого напугать. И сказать, знаешь, вот все будет хорошо. Успокойте. Я не хочу усыплять бдительность. День Господень для одних не покажется радостью. Это будет страх и ужас. И люди будут падать в смятение, в опустошение. Они не будут знать, что делать. Праведник, конечно же, будет знать. И праведнику все содействует ко благу. Но наступает день Господень, приближается. Он может ли приближаться для земли? И придет день Господень для земли. Для страны приходят дни Господни. Вы помните, когда он послал в Неневию пророка и сказал, скажи, я приду и всех накажу. И они там покаялись. Вы помните эту историю с Ионой? Там длинная история. Но для каждого человека, семьи, страны, города, народов приходит день Господень. Рано или поздно он приходит. И я предвкушаю день Господень. Мы можем спровоцировать Божий день. Я хочу сказать, что... Послушайте, дорогие зрители, кто смотрит меня сейчас. Вы говорите, если это так ужасно, я не хочу, чтобы день Господень пришел. Но день Господень это день разворота, день поворота в твоей жизни. День, который может изменить все. Брат Сергей рассказывал, что он сидел в Афганистане, и их там обстреливали. Рацию взорвались. Там, я не знаю, кто-то погиб. И они... он просто позвал к Богу. И пришел день Господень для него. Пришел день Господень. Когда он сел в машину к этим иностранцам, и он сел, чтобы никто не заметил, и ехал, и он увидел Библию, ему захотелось. Это тоже был день посещения Господня. Бог стучится. Он стучится. Бог помнит ту молитву, когда он молился и говорил, Боже! Когда вся жизнь выходила, когда уже все, надежды нет, к смерти готовились. Он говорил, Боже, спаси нас. Теперь пришла машина, остановилась на дороге. И вот теперь Господь говорит, помнишь, ты призывал? Вот я теперь посещаю тебя второй раз. И потом наступает третий раз, когда у него все загорело. Он не испокаялся там в машине. Он не покаялся. Он призывал Бога, но он не покаялся там, в Афганистане, когда их убивали. Он не покаялся во все остальные моменты. Но вот, когда у него, он делает бизнес. У него там есть какой-то свой магазин, павильон. Я не знаю, что он там выращивал в этом павильоне. Но когда сгорает все, и когда совсем плохо, тогда приходит пастор и говорит, пойдем. День посещения Господня наступил. Когда я смотрю на любую жизнь, любого из вас, возьмите, такие же дни посещения есть. Потом, когда пришли эти братья Гедеоновы, и они сказали, кто хочет евангелизировать. И он говорит, ну пусть, пусть кто-нибудь евангелизирует. И он сидел ночью, и Бог коснулся его, сказал, это день твой. Это мой день посещения для тебя. И утром он прибежал, говорит, ребята, я хочу с вами, хочу делать, хочу заниматься. День посещения Господня. Кто-нибудь скажет на это аминь, драгоценный? Это легко видно. Я не знал этой истории, я сейчас впервые услышал. Но когда он рассказал, я понял, это день посещения от Господа для его жизни. Это очевидно. Каждый из нас может понять. Посмотрите, эти дни бывают. Если тебе нужно, чтобы было больно, чтобы ты начал молиться, Бог организует. День посещения. Если тебе нужен страх и ужас, будет тебе страх и ужас, чтобы был день посещения. Что тебе нужно, чтобы ты молился больше? То тебе Господь и даст. Он организует день посещения. Для одних, когда денег нет, он молится. Бобит Господу. Господи, где же ты? Я же ищу тебя. И знаешь, что Бог приходит, благословляет, появляются деньги, перестает молиться. Сидит Господь на небесах и думает, что ты перестал молиться? И ангелам говорят, когда последний раз он призывал мое имя? Они говорят, когда денег не было, когда было все плохо и было банкротство. Он говорит, быстро организуем молитвенную жизнь. Он все сделает, чтобы тебе было лучше. Чтобы ты общался с Ним, а это самое лучшее состояние. А другому наоборот. Денег нет, не молится. Появились, начинает благодарить Господа. Еще появились, еще благодарит. Работа пришла, вообще не уходит из церкви, славит Господа. Еще пришло, вообще поклоняется ему, на собрание начинает ходить, жертвовать начинает. Бог говорит, слушай, что сделать, чтобы он больше молился? Говорит, давай еще испытаем его, давай больше дадим. Дали больше. Смотри, идет и молится. Да то что? И организатор, и организатором служит. Да то что? Ну-ка еще ему денег подвалим. А ну-ка еще его благословениями. А что будет если забрать? Перестанет молиться. Бог говорит, организуйте молитвенную жизнь до конца жизни. Что нужно мне, чтобы быть ближе к Богу? То Бог тебе и даст. Что содействует твоей молитвенной жизни? Какая благодарность из уст твоих посыпется? Какая на молитву пойдет? Потому что большинство людей, когда что-то приходит хорошее, они перестают обращаться к Богу. А Давид-то понимает, понимает славь Господа, когда тебе хорошо. Поднимай к нему руки, от ранней зари, чтобы эта параллель у тебя всегда была основана. И когда Бог хочет простимулировать тебя к молитве, Он сразу же знает, что нужно делать. Выписать побольше чек, поднять зарплату. Что сделать? И Он организует и благословит тебя. Ты свой долг исполняй. День посещения Господня, прославляй Его имя. Скажи на это аминь. Конечно же, Бог выбирает, кому прийти. Конечно же, Господь ищет, кому прийти. Но давайте просто подумайте, кому бы пришел Господь? Пришел бы Он к человеку, который ревностно ищет Его, который слушает голос Его, который мечтает исполнить все, что Господь дает, и который в сердце своем не берет себе славы, и награду себе не берет, но который говорит, Господь тебе слава. Конечно же, ему уже гарантировано, что Бог точно будет приходить к нему. И будет приходить к нему не просто так. Я пришел, ну что тут скучно? Он будет приходить с заданиями, будет приходить с целью, со смыслом, с великим поручением. Скажите на это Аминь, а? Я вспоминаю, у меня был день посещения. Это очень серьезный день был у меня 20, нет, сейчас скажу сколько, около 20 лет тому назад я начал молиться, мне было 16 лет, я начал молиться и сказал, Господи, посвящаю Тебе всю свою жизнь. Буду славить мое имя до конца, только бы в армию не пойти. Знаете что? Я молился, я искал Господа, я сказал, Господи, я даю Тебе всю свою жизнь. Что произошло? Через несколько лет, когда вся моя родня приняла решение уезжать за границу, знаете что? Я сказал, до свидания, потому что Бог пришел ко мне и сказал, не едь туда. И это был день посещения, был ли это просто так, он просто пришел, кому будет сказать, вот давай ему скажем. Он пришел, потому что до этого, за 4 года я молился и сказал, Господи, готов все сделать, что ты только захочешь. И вот наступил момент, когда я уезжать должен, вместе со всем своим родом, мне 19 лет, и я готов ехать в Америку, и я хочу в Америку, и вот день посещения, говорит, останься. Я говорю, Господи, где, в Советском Союзе? А у меня как раз призывной возраст. Я думал, что Господь меня освободил от армии в Америку, чтобы я уехал. И, 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 да. И вдруг я все понял, мне нужно остаться. И не было ничего ясно. И мне сказали, ты же в армию пойдешь. Я говорю, ну что ж, пойду, буду славить Господу, умру за Господа. Ну, я, конечно, цинично говорил об этом, я не хотел идти в армию, я не планировал идти в армию, но я думал, что Господь что-нибудь организует. Я просто знал, что Он что-нибудь сделает. Эй, это был день моего посещения. Я просто стоял перед Богом и сказал, Господи, остаюсь две недели до эмиграции. Все, мы уезжаем. Я говорю, мама, я не еду. Она говорит, папе, не говори. Ни в коем случае, будет беда дома. Я сказал, чем раньше скажем, тем лучше. Вы знаете, и вот они уезжают в Америку, я остаюсь здесь. Ничего нет. Вообще, я не знаю вообще, кто я, чего, зачем я остался. Прихожу в военкомат. Они говорят, ты что, не уехал в Америку? Я говорю, не уехал. Он говорит, через две недели на кушка. А, на земле. Все. Ты. И я стоял перед ним. А они, знаешь, вот солдаты, вот офицеры там, знаешь, прапорщики. Они всю жизнь видели, вот знаешь, верующих, как будто бы это такие осиновые листочки, трепещущие, умирающие. Мы Господа славим. А я встал и говорю, а не вашей властью управлять моей жизнью, ибо Господь над моей жизнью. Будьте благословенны. Они говорят, стоять кругом. Ты кто такой? Я говорю, я верую в Господа Иисуса Христа. Он смотрит на меня, думает, точно какой-то. Ну, ну, расскажи, чем вы отличаетесь от других. И три часа я с этими офицерами, я просто рассказывал те, другие, у них всяких вопросов тьма была. Три часа они меня беломором прокурили с ног до головы. Можно было никотин соскребать лопатой. Вы погибнете в аду, если не покаетесь. Все. А он говорит, слушай, какой наглый, а? Это, говорит, не такие верующие, как к нам приходили. Это, говорит, другое. Это уже, говорит, вот эта перестройка. А я чего только это там по глупости, по молодости не наговорил. Я толку-то ничего в Библии не знал, но, знаешь, говорил смело, и они верили мне. Я про конец света их пугал, что все сдохнут. И что ангелы будут скакать, и на вас серу, и огонь, и искры питать. Я там как только не пугал их, чтобы в армии меня только не взяли. Я готов был взлететь все благословения и проклятия. И, знаешь, когда мы остались вдвоем, он говорит, все, говорит, вот такие люди, как в армии, такие люди, как ты, нам в армии не нужны. Тебе, говорит, глаза горят, ты, говорит, сумасшедший. Я говорю, воистину не нужны. А вы знаете, что я перед военкоматом стоял и целый час молился, когда идти. Я вспомнил все места из Библии. И пойдет, как ягненок среди волков. Я пришел туда, и я, здрасте, я в Америку не уехал, я хочу зарегистрироваться. Мне нужно приписное свидетельство. И они действительно как волки, они так обрадовались, когда меня увидели. И, знаешь, что с тех пор больше они меня не видели. Они мне сказали, иди отсюда, чтобы больше никогда с ним... Я говорю, а приписное дадим, дадим приписное, это отпускной, ты отпущен. Сейчас можно об этой истории говорить спокойно, но, знаете, в тот момент, это был момент истинный для меня. Я вышел, я шел по улице. Я сказал, есть Бог на небе. Я уже героем себя чувствовал. Только я не поехал в Америку, а уже чудеса начались. Не поверите, через два года мы уже арендовали в Алмате стадион и проводили на стадионе собрание. Мы собрали там 60-58 тысяч человек. Это был день посещения Господня для нашего города, для нашей страны. Это был день посещения от Бога. Не пропускай дня посещения! Можно, конечно, было пойти на компромисс и сказать, знаешь, я сейчас в Америку еду, потом приеду, потом опять уеду. Но это все было бы не то. Не пропускай дня твоего посещения. Господь стучится, он говорит, открой двери. Открой двери мне! Я войду и буду вечерить. Открой двери! Многие люди относятся, ну да, Господь, ну пойми, мне работать, деньги заработать, там вот это, вот это. Он стучится иногда, он говорит, так-так-так-так, алло, открывай двери. Не упускай момента. Вы помните, когда в сентябре я учил, а из 28 главы второзакония, помните, глава благословений и проклятий. И там первый стих. Если будешь слушать глаза Господа Бога твоего и тщательно исполнять. Помните, что мы пришли? Голос Божий, это не всегда просто речь, это звук, шорох, шум, толчок, хлопок, это звук с неба, импульс с неба. Если ты слышишь импульс, и дальше написано, хранишь действие, тщательно исполнять переводится как хранить действие, хранить исполнение. Я слышу импульс, я слышу день посещения Господня и храню действие, тогда придут на тебя все благословения эти. Я хочу получить все благословения, но перематывая назад, суть не в благословениях, а там в первом импульсе. В этом смысле, в этом толчке, в этом звуке, который называется голос Божий. Это толчок с неба, и дальше, в том, как ты отреагировал на этот толчок, что ты сделал. Конечно, Анна знала, что Бог хочет дать ей детей, но она пришла в храм, и она молила Бога, она принесла жертву Господу, сказала, хочу, дай мне детей, все смеются надо мной. И она получает этот импульс, священник говорит, будет тебе. Она говорит, я посвящу его Господу, если он придет. И знаете что, рождается этот ребенок, она приводит его через несколько лет к Господу. И тогда Господь приходит, говорит, посетил ее Господь и родила еще пятерых детей. Скажите на это слава Господу. Мы должны понимать, всегда вот это, есть разница, ты слышишь от Бога импульс, твоя реакция, как твой компромисс. Какой компромисс? Ты начинаешь считать, подсчитывать, думать, математизировать. Это импульс! Если есть, а с неба импульс, твоя реакция, не расчет выгоды. Какая выгода в 90-м году была для меня, когда у меня был импульс не ехать в Америку? Больше всего я не хотел оставаться в Советском Союзе. Коммунизм, просто антихристианская система. Останусь здесь. Откуда я знал, что он развалится? Откуда я знал, что он не закроется? Знаете, каждый второй пророк, пророчество, лже-пророки, говорит, время пришло на время, на год или два. И Господь открыл двери, это перестройка, значит, чтобы вывести свой народ. А потом дверь захлопнется! И все, кто не успеет выехать, зажмят посередине. Столько было пророчеств, я просто из такой среды думал, я уже не знал, чему верить, кому верить. И когда я сказал, я хочу остаться, служить здесь Господу, одна женщина говорит, я сон видела, 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 какое ты видение видела? Максим идет и горит. А там крест, и он горит, потому что принял смерть от Господа. А мне 19 лет. Меньше всего в жизни я это хотел, чтобы получилось. Но он для Господа жизнь полагает, умрет молодым. Только одно, лишь бы я сбежал в Америку. Но я на эти глупости не обращаю внимания. День посещения. Приходит Господь, говорит, будешь или не будешь. Я помню день посещения, когда Господь пришел ко мне. Будешь ли начинать телевидение? Вы знаете, что в церкви не открывают телеканалы? Это неестественно для церкви открыть телеканал. То есть фактически христианский канал в церкви не открывается. Это несообразимо, ну как, это нереально. Ну это как, я не знаю, как будто бы ЖСК решил открыть авиакомпанию. Ну это как бы, с чем бы вам сравнить, я даже не знаю. Это будто бы Киргизия решила запустить, я не знаю, спутник. Ну с чем сравнить, даже не знаю. Это не соответствует. То есть это, ну из разных, я так же, политически корректным надо быть, как бы описать. Человек из тундры решил стать космонавтом, наверное, так. Вот он сидел на олене, а теперь он решил в космонавтическом. Это неестественно, в церкви не начинают. И когда Господь пришел ко мне и слово дал, будешь ли ты? Я сказал, буду, Господи. Пойдешь, пойду. Чашу будешь пить? Буду. Откройте? Открою. И для всех разуме говорил это нереально. И поэтому я боялся кому-либо сказать. Но сейчас скажу людям, люди, Бог сказал мне открывать спутниковый телеканал. Вариант А. Все будут смеяться, подумать, что шутка. Вариант Б. Не поверят. Вариант С. Извергнут и скажут, иди отсюда. Вот ты что, совсем думаешь, чем ты думаешь? А это было такое время, когда здесь было время нелегкое. Ну знаете, как тогда только у нас становление экономическое шло. Когда бум был. И приходит слово. День посещения. Будешь или не будешь? Камень. Пойдешь? Пойду, Господи. Сегодня все говорят, ну вам легко, вы же с Казахстаном. Куда я не приеду и рассказываю о нашем чуде, что Господь дал нам. Он говорит, вам легко, вы с Казахстаном, у вас все легко. Однажды, когда мы ввели прямой эфир, и звонит из Бельгии парень, и в прямой эфир вышел, и говорит, Максим, Максим. Он армянин. Слушай, дорогой, нам здесь так плохо, так плохо. Говорит, ужас, молись, молись, нам совсем плохо. Я ему говорю, слушай, если в Бельгии так плохо, приезжай в Казахстан, у нас хорошо. Он говорит, о, нет, я здесь хочу. День посещения. Для одних это катастрофа, для других слава Божия. Для одних это подъем, для других суд Божий. Для одних это шаг вверх, для других это шаг вниз. Когда приходит день с Господнем, не пропуская его. И я поставил такие вопросы, как сделать так, чтобы увидеть день Господний. Как не пропустить. Я взял несколько мест из Библии. Псалом 33. Я буду читать 18 и 19 стих. Псалом 33, 18 и 19. Дорогие зрители, день Господень близко. Не пропускай дня Господня. Он близко. И здесь бывает написано так. «Взывают праведные, там стоит, и Господь слышит, и от всех скорбей избавит их. Близок Господь, или приближается Господь, кому? К сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Смотрите, что случилось. Опять я брата нашего, баптиста, использую. У него бизнес. Сгорает павильон, сгорает все. Ему плохо. Когда тебе плохо, тебе плохо. И он плачет. Внутри он скорбит, что же случилось. Здесь написано, приходит Господь. Приближается Господь к тем, кто сокрушен сердцем. Давайте скажем, сокрушенный сердцем. И смиренный духом. Вот условия. Хочешь дня, кто из вас хочет дня Господня? Это очень серьезный вопрос, потому что если день Господний в нас поступит, то это может быть катастрофа. Если ты хочешь, ты должен быть серьезно относиться. Сокрушение сердца и смирение духа. Условия для дня Господня. Еще раз. Сокрушение сердца и смирение духа. Хочешь дня Господня страшного и сильного? Сокрушайся. Он не придет к гордецам и надуменным. В день Господень не придет. И далек Господь от гордецов. И самохвалов. И самодуров. И тех, которые самовосхваляют себя. Господь близок к сокрушенным сердцем. Иду дальше. Псалом 144. Пожалуйста, запишите. Псалом 144. Еще один метод. Как приблизить день Господень. Псалом стих 18. Близок Господь ко всем призывающим Его. Ко всем призывающим Его в истине. Близок Господь к тем, которые призывают Его правильно. В истине. Близок Господь призывающим. Опять брата приведу. Сидит в Афганистане, их обстреливает. И что он сделал? Господь! Там Господь пришел и дал ответ. Аминь или не аминь? Аминь. Идем дальше. Желания боящихся Его Он исполняет. Вопль их слышит и спасает. Хранит Господь всех любящих Его, а нечестивых истребит. Поэтому устамо изрекут хвалу Господню. Да благословит всякое плод святой имя Его во веки и веки. Смотрите Новый Завет. Иоанна 4 глава. Иисус говорит 23 стих. Но наступает, настанет время. И настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истине. И теперь смотрите. Потому что Отец таких поклонников ищет себе. Хочет, чтобы Он пришел к тебе, Он ищет поклонников. Бог, Отец, ищет поклонников. Давайте скажем, Отец ищет поклонников. Я хочу, чтобы Он пришел ко мне. Я хочу, чтобы передо мной этот камень появился. Который говорит, туда или туда. Как сделать это? Чтобы у меня был выбор. Поклоняйся Господу. И тогда наступит день Господен и для тебя. Я верю в это и знаю, обо чем я говорю. Посмотрите. Исаия 55 глава. Я прочитаю вам. И это будет одно из последних мест, которые я буду читать. Здесь написано так, 6 стих. Ищите Господа, когда можно найти. Призывайте Его, когда Он близко. Доставить нечестивый путь свой. Беззаконник помыслов своих. Добротясь к Господу, Он помилует их к Богу нашему. Ибо Он много милостив. И дальше Бог продолжает. Мои мысли не ваши. Не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Как небо выше, так и пути мои выше. Пути ваших. Мысли мои выше, мысли ваших. И так далее, и так далее, и так далее. Он говорит, призывайте, когда я рядом. Когда Бог рядом. Когда ты призываешь Его. Когда ты поклоняешься Ему. Когда ты в сокрушении и в смирении. Когда ты смиряешь себя. Господь приходит, день Господень, к смиренным, сокрушенным. Те, которые сокрушаются. Я не говорю эмоционально. Буду плакать. Буду плакать. Господь сокрушается. Нет, сокрушение другого рода. Сокрушение внутри. Не мне слава, но тебе. Не моя воля, но твоя. Не я, но ты. Не на себя одеяло натягиваю, но тебе отдаю. И тогда день Господень приходит тебе. Анна пришла и молилась Господу. И получила ответ от Господа. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плоских похотей, восстающих на душу. И проводить добродетельную жизнь между изличниками. Дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. И они прославят Бога в день посещения. Я хочу, чтобы этот день пришел. Я нуждаюсь в этих днях. Я думаю, что вы тоже нуждаются в этих днях. День посещения Господня близок, и он недалек от каждого из нас. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод. Было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников, приносит для вас благословение. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал Синелл, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас. Благословит ваши посевы. Благословит вашу веру. Благословит вашу жизнь. И благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал Синелл – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алма-Аты, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем Синелл. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке Синелл помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Синелл – это доброе дело.